В тихом самоленском селе Тюнине, где он родился, друзья называли его Витькой, Витькой Паршиным. Но сюда, в Самару, он приехал уже Виталием Жалынским. Жалынский – это не от жалости, Жалынский от жала. Кто сказал, что сабля из ножон для красивых жестов мной выносится? Так говорят последние сводки. Кровь текла или стихи? Две отличные пули, пора строг, Пущенные метко по прицелу. Таким войду в твой строгий строй, В твой каждый день и в каждую неделю. Детство Витьки Паршина прошло там же, в маленьком селе Подсмоленском, которое зимой утопало в сугробах снега, а весной тоже в сугробах черемухи. Вот среди этих сугробов и стояла крохотная деревенская школа, в которой он учился. Желтоволосый и лобастый он всегда смешил и пугал одноклассников какой-то витиеватой книжной речью и вечной восторженностью. Впрочем, находились среди них и такие, кого не только не отпугивала эта книжная речь, не похожая на то, как разговаривали другие, но и напротив, влекла. Ну и, конечно, Витькина начитанность. Блок, Бунин и даже Андрей Белый. «Россия, Россия, Россия, мессия грядущего дня». Эти стихи Витька Паршин не любил, просто обожал. Заканчивать девятилетку Витька уехал в Рославль, а потом отправился в Брянск в поисках работы. И устроился работать сельским библиотекарем неподалеку от Брянска. Но работа работой, а мысли-то его были все в стихах, строчки которых должны жалить. Так же, как самая ядовитая в мире змея. «Писать надо, как Асеев!» – говорил Витька. «Как? Вы не знаете, кто такой Асеев? А что же вы тогда вообще знаете о поэзии? Асеев – это Асеев! Чтоб строка твоя верна была, как сплющенная пуля пастернака, чтобы кровь текла, а не стихии с нарбута отрубленной руки». Весной 30-го Витька пришел к друзьям попрощаться. Уезжаю в Самару. Зовет, понимаете ли, Аркаша Тарайпольский. Говорит, там и журнал, и издательство. Будем писать про заволжские степи, бороться с неурожаем. Так что можете считать меня мобилизованным. Встал агроном. Развернул агрокарту. Вот она, ясная, не в проворот. Степь, ты поставлена нами на карту. Трубы трубят. Начинаем поход. Желтая, синяя, красная клетка. Каждый участок, что краской встает, это плацдарм. Это наша разведка. Это встает большевистский поход. Карту возьмем. Так, давайте посмотрим. Водораздел. Сортовое плато. То есть массив черноземнейший к черту. Темная залежь высоких сортов. Ты эту землю руками бери. Вся она черную силой горит. Травы считаем. Качает полыни. Льет ковыри. Наливает цветы. Чертополохом, татарником стынет. Глупую зайцем гонит котынь. Это гуляет земля от безделья. Мы наступаем на сильную землю. Самара начала 30-х была городом похожим и не похожим на сегодняшний. Те же улицы, те же дома на них. Но вот люди другие. Другая одежда, другие прически. И мысли тоже другие. Мысли о завтрашнем дне, который уже сейчас становится ближе. И сделать его еще ближе в наших силах. Приехав в Самару, Жалынский устроился работать выпускающим редактором в молодежную газету. Жил пока у Троепольского. С которым познакомился еще в Брянске. А теперь нашел в нем прекрасного друга. Который мог и посоветовать, и покритиковать, и похвалить, если он того заслуживал. Ему, Троепольскому, Виталий Жалынский читал и свои только что написанные стихи. Ну вот, например, Аркадий, послушай, что скажешь? «Принимай меня не за того, кто словами в пустоту брецает. Я из часовых, как часовой. Я как слепок и модель лица их». Аркадий напряженно слушал, останавливал там, где, как ему казалось, друг увлекается чрезмерными красивостями. Мол, что это еще за модель лица их? Виталий вначале вспыхивал, но потом еще и еще раз спокойно перечитывал написанное. Нет, не для красивости марает он бумагу, не потому объявил себя часовым и оруженосцем поэзии. Это звание ко многому обязывает. Нет, не пойми, что попсту вскружен званием твоего оруженосца. Не пойми, что сабля из ножен для красивых жестов мной выносится. Прав ты, Аркадий, не для этого пишу стихи я, Виталий Жалынский. Опишу я их для того, чтобы колхознику в степи выжженной солнцем хватило сил вспахать поле. Чтобы не думал он, что я, Витька Паршин, поэт, Виталий Жалынский, ем хлеб и не думаю, кто его вырастил, кто поливал его своим потом. Нет, я думаю, я живу в своей стране, и мне до всего здесь есть дело. Заволжская полночь, Общелканная звездами и соловьями наперебой, Была ты, как песня, и песня широкая, Но песня лишь перед биографией наших хлебов. Песню, как карты, спутав до края, С ветром врывается посевная. Ну вот, приготовились, точка, каюк, А женщины мне песню поют, Огонь горит, свечка тает, От любви человек страдает. Нет, песня вторая, ты не по адресу, Не таял я и не так страдал. Я с агитацией по избам сватался, На заседаниях ночи не спал. Мы сдвинули с места этот вопрос. Тысячу хозяйств объединяет колхоз. Так, говорят последние сводки, Снег по ложбинам рушат ветра. Иду я, товарищи, пьяный без водки, В самом деле гремят трактора. Хостепь, как гора, И над степью небо прибранное великолепно. Беременные зерна лежат, товарищи, В опару земную вонзив ростки. Биография наших хлебов начата, Песню третьей летит с руки. Живя в большом и быстро растущем Заволжском городе Самаре, паренек из деревеньки под Смоленском И переставал думать, как живет новая стилистическая деревня, О чем она думает, чем дышит. И чем дышит? Многим дышит. Вот, скажем, машина. Важная вещь. Только немая идет, предположим, верблюд и кричит истошным голосом. А что он кричит? Земля-то твердая, как камень. Один плуг пять верблюдов волокут. А с машиной не то. А трактор не мой черт. Вот что он такое. Я вот все смотрю на него и думаю, а что если его на хату пустить, прямо на стену? Пойдет он или не пойдет? Думаю, пойдет. Вот то-то и оно. Не торопится в своем рассказе старик-полугарь. А куда ему торопиться? Приехал он в город до завтра. Не торопится и слушающий его Виталий Жалынский. Хоть ему-то торопиться есть куда. Но только не теперь. Теперь надо научиться писать вот об этих колхозниках Союза Советских Сталистических Республик так же хорошо, как когда-то писали о царях и о военачальниках. Да, об одном только я жалею. Жалею, что не видал пока комбайна. Был, надоись, в зерносовхозе-то. Да, верблюдов пожалел. Не погнал. А люди об этом комбайне чего только не рассказывают. Ну да ладно. Гляну на него следующим летом. Как ты думаешь, удастся мне следующим летом комбайну видать? Бадья закачалась. Шальная вода кипит в лошадиных глазах. С крыльца к водопою кричит борода, что это ж совсем не базар. Надо потише боить лошадей, зато поударнее жать. Поля для артелев 120 людей, как долг, принесли урожай. Пшеницы подол пожелтел на ветру и выхлебнул ветер росу. Колхозники колос ладонями трут, пробуют зерна на зуб. Сухие снопы, хрустя и звеня, кидаются на вас крутой. Воз подбоченился, плечи поднял, качающийся золотой. А где-то на Волге у Жигулей хрипит грузовой пароход, просоленный солнцем и кровью полей. Иди поскорей, обмолот. Самара начала 30-х быстро запомнила эту фамилию Жалынский. И по публикациям в журналах «Штурм» и «Волжская новь», и по статьям об газетах, да и по выступлениям на литературных вечерах. Всегда быстрый, стремительный, он умел учиться и обрел свое литературное имя среди пишущей самарской братьи, которая признала в юном пареньке из-под Смоленска настоящего художника. Даже его тезка Виктор Багров, у которого, что ни строчек, кто настоящий образ, признал, что Жалынский – поэт звона. Иногда у него, правда, много, но нерв есть. Да такой, что кажется иногда, что вот-вот кровь брызнет из строчек. Однажды он поехал в Москву на Всероссийское совещание поэтов и познакомился там с самим Багрицким. И сам Багрицкий подошел к нему в перерыве и пригласил погостить у него в Кунцево. «Вот что я вам скажу, – обращаясь к Жалынскому, – сказал известный поэт. – Вы талант, молодой человек, и бросьте делать вид, что вас это не касается». А в начале 32-го его не стало. Он умер 32 года от тифа. Смерть Жалынского стала полной неожиданностью для всех, кто знал, как он любил жизнь и как стремился всегда и во всем оставаться живым и только. Он и оставался им ровно столько, сколько хватило сил. Не пойми, что это ремесло лишь одним приходит в жизнь. Мою ли важно отобрать из сотни слов веские, горячие, как пули. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры создавал DimaTorzok